Всем привет! Мы на канале Нурлайф. Новости криптовалюты. Зачитаем. Минфин разрешит использовать криптовалюты для платежей с зарубежным партнерам. Друзья. Красивый сделали биток среди церковь и кремля. Засчитаем. Министерство финансов представило доработанный законопроект по регулированию криптовалют, в котором появилась статья об использовании цифровых активов для оплаты по внешнеторговым контрактам. Вот, друзья. Новости такие. Как сообщает ведомство со ссылкой на никого федерального чиновника, в новом документе были учтены замещание мини-экономерозволения, МВД мини-цифры ФНС, расфеноментирование Росфеноменторинга и Центра национальных проектов, аналитического центра при правительстве РФА. В частности, предлагается разрешить оплату торгов, товаров и услуг зарубежных поставщиков с помощью криптовалют. Интересно, что с представителями ЦБ, как отмечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, документы согласовывать не стали в связи с отрицательной позицией ведомства по законодательной инициативе. Руководитель направления правового развития Центра стратегических разработок СЗР Максим Башкатов ответил, что использование криптовалют для расчетов по внешнеторговым сделкам позволит российским компаниям проще оплачивать товары и услуги. В принципе, подчеркнув Башкатов, цифровые активы можно использовать для обхода санкций. Вот из-за этого они и делают. Понятно. Однако такое же положение в законопроекте нельзя расценивать как однозначную легализацию обхода западных экономических санкций. Также в законопроекте предлагается запрет рекламы криптовалютной биржи и отменников. Однако речь лишь о тех площадках, которые не имеют лицензий регулятора. Интересно, что пока ведомство, которое будет регулировать криптовалютный рынок в России, не определено. Лицензирование площадки не смогут рекламировать свои услуги, но при этом будут обязаны сотрудничать с правоохранительными органами. Кроме того, из документов пропало требование о создании специального регистра для юрлиц и ИП, занимающихся майнингом. Пропал документ, да? Да, считаем документ, пока не стоит. Считать окончательным еще предстоит обсуждение и работа над законопроектом со стороны различных ведомств. В том числе необходимо консенсус из Центрального банка России. Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев говорил, что законопроект о криптовалютах в России будет принят в ближайшее время. Вот такие новости, друзья, на сегодняшний день. В России Минфин разрешит использовать криптовалюты для контейнеров зарубежных платнеров. Как вы думаете, друзья, про новости? Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова